здарова всем эпопея с переделкой балкона комнаты продолжается и сейчас я разбираю вот такой стеллаж чтоб добавить полки тут у меня есть полки небольшие 1 2 3 4 сколько их тут вот я одну еще прикрутил еще еще две прикручу потому что вот тут у меня как раз пространство это кстати коробки для усилителей для отправки усилителей так ну вот сюда я сделаю вот одну полку и наверное еще вниз делаю полку ухти кэндрис что пас у меня еще усилитель остался обалдеть сидером нашел сидером драйв хилит пакет кому нужен сидером пишите вот и потом я это все запихну в угол ухты даже виниловые маты нашел хорошем состоянии не дырявые не коцаны пишите если кому нужен мат или два мата отправлю без проблем я этот его конечно надо потрудиться разобрать и собрать это где-то час полтора собрал разобрал перевез то есть очень хорошая отдельная штука всем рекомендую всем советую стоит не так уж дорого я не знаю где продаются они короче в любом городе в любом большом таком населенном пункте есть специальные такие организации которые продают вот мне лично очень удобно тут у меня допустим банки стоят то жена делает я вообще не очень любитель этих банок вот тут еще одни наверно банки будут но я есть конечно очень большой любитель но я вот эти закрутки не очень большой любитель вот и вот такой вот такой вот стеллаж получается обалдеть я нашел целый ящик проводов я думал при переезде он затерялся он оказывал такой почтовой коробки полностью тут чего только нету тут проводов видимо видимо не видимо обалдеть еще проил хай резолюшин сигнал кабель воды наталия счет уступка нету обладить кошмар просто какие-то сокровищности в это в основном бюджетные такие провода дешевые непонятные ладно буду разбираться дальше первая корзина которую я купила саша для всяких мелочей на уже грязная потому что стояла на балконе тут у него вот болты ему когда-то собирала это на на единственное все что собрано все остальное у него опять валяется непонятно где коробочка с болтиками 9 и фон собирала 5 лет назад вообще не пользуешься не похожа мне кажется она в том же составе это штука лежит вот это болтики болт но это удобно вот когда сложно так все это когда ты улепил батарейки по моему от ноутбука да не знаю что это у него такое но у него такого много всякой бельберли иногда нравится так вот копается у себя в своих коробочках копается копается и такой очень достает и говорит о а у меня это есть так прикольно он просто забывает что у него там что-то что-то есть это его записи это его записи ну табак у нас в коробочке где лежать должны болтики и всякая мелочевка ну вот это табак сейчас еще что-то там найдем ну вот это и гвозди я помню я когда убиралась я себе все руки по этими гвоздями поколола смотрите сколько у нас гвоздей и это еще мало это то что я собирала я уверена тут сейчас пока будем убираться еще пару парочка этих наберется коробок ну это у нас стандартно всякие провода вполне возможно что непонятно от чего это микрофон это микрофон так это микрофон да похож на микрофон видите тоже какая-то штука о а это ручка на моей работе я не знаю лет восемь назад одна сотрудница попросила Александра слепить глиняную ручку и он лепил всему моему женскому коллективу у всех были такие ручки но минус таких ручек они видите лопаются я не знаю как у подружки которые делали это все она по моему еще даже живая а вот у меня она сломалась и она даже не пишет мне кажется нет пишет пишет еще представляете сколько ей лет ну они красивые когда вот только только сделанные были потому что вы видите вот скол когда только сделано было красиво это какой-то маркер да это маркер ммм Александр очень любит маркеры у него их очень много ммм а это когда-то он делал маленький румбокс да Саш правильно что называется румбокс вот это картина из этого маленького румбокса румбокс у нас стоит на подоконнике пылится картин видимо у нас валяются везде Господи Å вообще кладезь это ну хотите угадайте что это Это животное какое-то. Ну, любимые фигурки Александра. Ну да, и пуговицы, смотрите. У нас тут много чего интересного. Это замок. Не знаю, на замок, наверное, это, наверное, замок на балконную, на пластиковое окно. Не знаю, что он тут делает. Лампочка. Ну, это от швейной машинки. У меня есть швейная машинка. Периодически Саша мне меняет там лампочки. Поэтому у нас такое тут тоже валяется. Это фонарик, наверное, от велосипеда. Я не уверена, что он рабочий. А тут даже батареи к ней. Ну, все такое. А вот это я не знаю, что такое. Какой-то цап. Цапик какой-то, наверное, да? Похоже. Ну, это операционные шлифты. О, операционные шлифты. Представляете? Среди хлама вот так вот. Вот так вот просто валяется. И это у нас нормально. Это хороший операционный. Понятно? Слышали? Слышали? Это очень хороший операционный. И он валяется где? И он валяется в хламе. На балконе. И это нормально у нас. Ну, извините. И понимаете, если бы я сейчас не перебирала эту коробочку, он бы его не нашел. Смотрите. Это это из-под моего ноутбука. У нас раньше было неудобно ставить ноутбук. Торчал этот кабель и он не становился. И мы пользуемся этой штукой. теперь он валяется. Не нужна. Мышка. Мышек у нас очень много. Не знаю, почему у нас периодически они ломаются. Нет, я знаю, почему у нас они ломаются. У нас дети. Дети любят мышки. И батарейка. Все, пусто. Можно теперь коробочку мыть. А, еще какие-то вот такие штуки. Просто лежат. Так, что. Ну, и детская игрушка. Вот такого добра у нас можно встретить везде и всюду, потому что дети постоянно разбрасывают. Потому что вот, смотрите, валяется. Так. Все, мелок и можно убирать еще одно чудик. Не знаю, что из этого Александр вставит. Может, ничего. Да? А? А? Занят. Занят. Кстати, бракованный даже попался один без резьбы внутри. Вот он. Видите? Там резьбы вообще внутри нету никакой. Что-то я его наживил, а он так сказать не... Обалдеть! Я нашел знаете, что? Нашел динамики 20 ГДС в идеальном состоянии. Ничего не покоцано, ничего не побито. 20 ГДС восьмиомные. Так что могу кому-нибудь их продать рублей за 200-300. Без проблем. вот такие вот динамики 20 ГДС. Ой-ой-ой! Наконец-то это все получилось у меня. Я его все-таки поставил. Куча мусора. Выгреб оттуда. Потому что за год уже скопилось. Наконец-то поставил металлический стеллаж. Я тут даже чай умудрился попить. вот такие стеллаж будет стоять тут в углу. А тут просто гора мусора. Нереальная гора мусора. И на выкидку вот такой вот шкаф. Который нафиг не нужен. Вот. Это все надо, короче, перебрать. Что-то выбросить. Что-то убрать в подвал. А что-то поставить вот на этот металлический стеллаж. Ух, наконец-то сделал. Задолбался с этой с этим стеллажом, с этим шкафом. Короче, вынес я его. Это просто какой-то какой-то просто кошмар. Жесть. Целый день проковырялся. Я сюда кинул диван. Это даже уже не диван. Это было когда-то диваном. Он был примерно 2 метра. Полностью забит был пенопластовой крошкой. Сейчас с него остался уже не знаю чего. Он уже похож больше на кресло, конечно. Вот. И я сейчас его положил туда этому дивану. Вернее, уже креслу уже где-то лет 5 6. Специально покупался для просмотра на проекторе. то есть диван обычный и вот такой диван с пенопластовой крошки бросается еще. И получается два ряда. И можно сидеть там 4, там 4, 8, 10 человек можно свободно сидеть. Так что теперь можно плюхаться на вот этот вот диванчик или кресло и свободно сидеть отдыхать здесь. О! Надо правда подбить его. Так что всем пока и теперь я буду разгребать вот тот угол. а тут еще где-то часа на два на три. Ну это уже на завтра. Град пошел пополнить. Отскакивает как мячик. Как мячик отскакивает. Обалдеть. Это еще мелкий град пошел. Уже покрупнее. Москва на 9 мая пробила все тучи. Зато на провинции провинция оград. Смотри как отскакивает. Сумасшедше просто. Как мяч. Мячик. Мячик. Мячик.